О том, что в отношениях Белоруссии и Армении нет закрытых тем, шла речь сегодня и во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и президент этой страны Армен Саркисян еще раз отметили. Дружба между Минском и Ереваном крепка, а это хороший плацдарм для экономического роста. Диалог готовы выстраивать на основе уважения и взаимовыгодного партнерства как в политике, так и в бизнесе. С подробностями переговоров Ольга Макей. Вторые европейские игры собрали в Минске немало VIP-гостей. Зарубежные лидеры присутствовали и на церемонии закрытия. И хотя в воскресенье огонь в чаше «Динамо» погас, президент Армении решил задержаться в белорусской столице. У Минска и Еревана много общих интересов и проектов. Кстати, сборная Армении в медальном зачете на 11-й строчке с 11 медалями, среди которых 5 золотых. На высшую ступень дважды поднимались боксеры, по разу борцы, самбисты и спортивные гимнасты. Впечатлениями о вторых европейских играх президенты поделятся при встрече, поздравят друг друга с успешными выступлениями атлетов. Но переходя от спортивной тематики все же к экономической, Армен Саркисян даже скажет «Беларусь чемпион» и по другим направлениям. Как раз для того, чтобы детально изучить опыт, президент Армении и остался в Минске. Впрочем, Александр Лукашенко советует с отъездом не торопиться, присмотреться ко всем возможностям сотрудничества. Я только что разговаривал с Николой Ивановичем, премьер-министром Армении. Он позвонил перед своим визитом в Сингапур. Ну, во-первых, просил передать привет президенту. На что я ему сказал, что и не думай даже, мы его торопить в Армению не намерены, тем более, что он занимается нужными для Армении вещами. Во-вторых, я должен сказать, что вы действительно не торопитесь обратно. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы, как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный, вы знаете, что посмотрите, что очень важно и полезно для Армении. В торговле между странами положительная динамика. За прошлый год нарастили почти 20%. Товарооборот в 2018-м – 50 миллионов долларов, а ведь начинали фактически с нуля. В Ереване успешно работает армяно-белорусский торговый дом. В нашей стране 57 предприятий с армянским капиталом. Большой интерес к Беларуси и у бизнеса. Со многими предпринимателями Александр Лукашенко знаком лично, но напомнил. Для всех, кто собирается инвестировать в нашу страну, правила общие. У меня одно правило – дружба, дружба, государство – это все отдельно. И моя служба с этим связана не должна. И когда ко мне обратились за разрешением поставок каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал – общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь, поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай. Точно так мы организовывали розлив коньяка с Гаги Царукяном здесь. И это успешное предприятие. Точно так и мы организовывали работу белорусского армянского торгового дома. И, как мне докладывают, 30-40% товарооборота между Арменией и Беларусью идет через него. То есть мы уже, так сказать, притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Армения заинтересована расширять сотрудничество и в агропромышленном секторе. Нужны качественные и безопасные продукты. Уже в ближайшее время в Минск направят представителей профильного министерства. Если посмотреть на программу визита Армена Сыркисяна в Беларусь, то в первую очередь президент Армении интересует опыт в белорусском образовании и IT. Визит сверстан так, чтобы сложилась целостная картина, весь цикл. От подготовки наших специалистов, например, в сфере информатики и радиоэлектроники, до работы парка высоких технологий. И шире диалог с ректорами и профессорами белорусских вузов. Кстати, на память о посещении БГУ Армен Сыркисян оставил рисунок. Это Ереванский государственный университет. Вот такой креатив в книге почетных гостей. Вообще президент Армении по образованию физик. Этой сфере посвятил больше 20 лет. Поэтому к наукам точным неравнодушен. Впрочем, в Ереване, как и в Минске, хорошо понимают будущее за высокими технологиями. Во времена СССР Армению можно было считать союзной силиконовой долиной. Но с распадом большой страны разъехались и кадры. Теперь высокоинтеллектуальную сферу в Закавказской республике, где шахматы преподают даже в школе, пытаются восстановить. В планах создать свой парк высоких технологий. Поэтому, посещая белорусский ПВТ накануне президент Армении, так и сказал, я здесь, чтобы научиться. Виртуальная таблица Менделеева – это образовательный проект. Электронный паспорт легких – это из сферы медицины. И дополненная реальность. Все это накануне армянская делегация увидела и опробовала на себе. Я внимательно посмотрел на вашу встречу с нашими айтишниками и так далее. И понял, что вы цепко держите те вопросы, которые нужны для развития Армении. И в этой связи я хочу заверить вас, как я и говорил тогда, что для нас нет абсолютно закрытых тем с Арменией. Мы всегда готовы открыть для вас дверь. Мне очень понравилось, что Беларусь еще впереди многих в том, что Беларуси поняли, что в будущем, в 21 веке, реальность, вешево, реально будут друг друга дополнять. Вешево научили дополнять эту реальность. Она так и называется, дополненная реальность. У вас все-таки есть видение и мудрость, смотреть в будущее. Видение будущего – это огромный дар политик. Потому что без видения будущего сложно строить настоящее. Заглянуть в будущее можно и в Университете информатики и радиоэлектроники. Здесь президенту Армении показали космические разработки выпускников. А вот как готовят специалистов для IT-сферы и приборостроения, продемонстрировали в лабораториях ресурсного центра радиотехнического колледжа. Именно здесь студенты изучают 3D-моделирование, основы электроники и принципы программирования. Обсуждали вопросы, связанные с развитием сотрудничества, межвузовского сотрудничества, межуниверситетского сотрудничества, междувузовыми Республикой Беларусь и научными и образовательными организациями Республики Армении. И, конечно, реализацию потенциальных проектов, как в сфере, в нашем случае, радиотехники, электроники и информационных технологий. Впрочем, свое будущее в Беларуси строят и армянские студенты. Римма Никагосян – одна из них. В Минск приехала в детстве и образование получать решила уже на своей второй родине. Учится на юрфаке БГУ. У меня нет каких-то проблем или преград, где я хочу жить в Армении и Беларуси. Мне одинаково нравятся две страны, а в идеале вообще бы хотелось налаживать взаимоотношения между двумя странами и работать в этой сфере. Не исключено, что инициатива студентки в будущем пригодится. Беларусь и Армения намерены наращивать сотрудничество. Перспективных проектов много. Впрочем, из Минска Армен Саркисян увозит не только новые идеи и впечатления, но и подарки. Это сувениры вторых европейских игр, панно из моренного дуба с медальонами по видам спорта, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр. У Александра Лукашенко на память останется папирус с молитвой, который побывал в Иерусалиме. Кстати, лесик достанется внуку президента Армении. Его тоже зовут Армен, а день рождения, так уж совпало, 3 июля. С наступающим днем независимости Армен Саркисян поздравил белорусского лидера. Ольга Макия, Александр Лученок и Алексей Волков, агентство теленовостей.